Гонки на сайдкарах существенно отличаются от обычных кольцевых гонок. Ведь данные мотоцикла имеют третье колесо. Это делает невозможным пилотирование без профессионального штурмана. Пассажир играет важную роль, контролируя центр тяжести на заднем колесе. К нам приехали четыре экипажа из Дании и Эстонии. Причем для некоторых представителей соседней с Латвии страны сайдкары являются делом семейным. В паре с Раева Судникевичем выступила его дочь Нелли, а сын Джоэл взял в напарники своего соотечественника Бруна Бахмана. Была и смешанная пара спортсменов. Водитель дачанин Вилли Лунд, которому, кстати, уже более 60 лет, выступил вместе с молодым эстонцем Юханом Паапстеллом. Четвертыми участниками стали дачани Стинус Лунд и Микки Фредериксон. Участники этих соревнований выезжали на пять заездов, которые должны были выявить победители турнира. В первых трех победу одержал экипаж во главе со Стинусом. Четвертый заезд они проиграли, финишировав последними. Но в пятом вновь показали лучший результат и в общем зачете стали победителями турнира. Было здорово. Я рад, что смог к вам приехать. У вас отличный стадион, хороший трек и просто потрясающие болельщики, которые оказали мне сумасшедшую поддержку. С удовольствием приеду сюда еще раз. Второе место заняли Вилли Лунд и Юхан Паапстелл. Третье – Джоэл Судникевич и Бруна Бахман. А четвертыми стали Райва Судникевич и его дочь Нелли. Спортсменка этот результат не огорчил. Она рада, что ей представился шанс выступить в Даугавпилсе. Нелли только полгода занимается гонками на сайткарах. Она отмечает, что этот вид спорта очень сложный. Но ей во всем помогает напарник – ее отец. В это же время прошли соревнования любительской спидвейной лиги между командами Латвии и Эстонии. Заезды, конечно же, не были такими скоростными, как в профессиональных соревнованиях. И все же от этого они не стали менее зрелищными. Борьба была, были обгоны и падения. Эту гонку латвийская сборная выиграла, причем очень уверенно, со счетом 52-38. Лучший результат нашей команде показал Давис Курмис. На протяжении всех заездов он демонстрировал отличный уровень подготовки и набрал комплект очков. Хотя только полгода занимается спидвеем. Я ехал стабильно, спокойно, тренировался весь сезон упорно. И есть результат какой-то. Я слышал, что с весной тренируешься, занимаешься спидвеем. Да, начал только в мае, практически два раза в неделю. До этого пять лет Давис выступал в мотокроссе, где гонщика заметил Григория Лавута и уговорил прийти на занятия спидвеем. Сейчас юному спортсмену только 15 лет, но в январе исполнится 16. И вполне возможно, что в следующем сезоне мы увидим его в составе локомотива. У эстонской команды лучший результат показал Янна Ниман. А вторым по результативности стал Кен Видас, сын легендарного эстонского гонщика Рейна, ставшего победителем первого чемпионата Латвии по спидвею. В этой гонке Кен набрал в пяти заездах 10 очков. По-моему, надо побольше тренироваться. А трек вам наш понравился? Да, очень. Мы все, по-моему, первый раз здесь ездили. И можно сказать, что идеально. У нас такого нет. И, по-моему, сейчас не будет. Ну, будете еще приезжать, если пригласят? Конечно. Когда еще ветераны живые. Организатор соревнований, президент клуба локомотив Валерий Шекловский остался доволен тем, как завершился сезон на Даугавпилском треке. Гонки очень понравились. И любительские гонки, и особенно понравились сидикары, гонки с колясками. Я думаю, зрители тоже все довольны. И было зрелище, и обгоны были. Все отлично получилось. По словам Валерия Шедловского, если погода позволит, можно будет провести на треке еще одну гонку. Но это маловероятно. Поэтому до встречи в новом сезоне на стадионе «Локомотив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова